Добрый день, рады у всех бачить. Сегодня у нас черговая дискуссия экспертно-аналитичного клуба, и сегодня мы будем говорить про религию, про Бога и про Кесара. А наши сегодняшние гости у студии в Варшаве – это Ксёнс Вячеслав Барок, автор ютуб-карала Ксёнс Барок. Витаю, господарь Вячеслав. Петр Рудковский, директор Белорусского института стратегичных доследований и ранее Сябра Ордена Доминиканцов и Католицкий святар. Добрый день, господарь, Петр. Так само у нас по видеосуязи Наталья Василевич, магистр теологии и докторант Рейдского университета Фредерга Вильгельма. Добрый день, господарь, Наталья. Петр Вячеслав Бонна. Так, привитание у Бонн так само. И так само з нами отец Александр Шрамко, православный святар и представник працёвной группы Карденцын и Рады «Христианская визия». Добрый день, господарь, Александр. День добрый, панец. Витаю сердечне. И нагадываю о том, как будет отбываться наша сегодняшняя дискуссия. Як звычайно, потому что первые годы у нас на заявленные вопросы отказываются наши спикеры. И пасля другую годину усе удельники дискуссии будучи удельничать у дискуссии непосредственно. Задавать свои питания, отказываясь на их, робить реплики. Тобо, кали вы хочете что-нибудь сказать, кали ласка, пишите в чат зума. Мы гэта убачим и дадзим вам слово. Мы дельми будем рады, кали вы будете разговлять с нами по видео, гэта робить нашу дискуссию больше живой. Так само нагадываю, что у нас есть правила «Chat-in-house rule». И гэта правила у нас применяется по-передне. Кали вы хочете сказать нечто, что не повинна трапить у нас запис у Ютубе, то, кали ласка, перед такой фразой, поведомите об этом нам. И усе остатники и удельники дискуссии будут ведать, что с вашим временам гэтую фразу цитовать нелько. А мы выражим такую фразу з видеоверсии наших аспатканья. Ну, вось хибаю все. И хочу передать зараз слово своему самодоратору Вадзиму Мажайку. Вадзим, кали ласка. Дякую, Антон. Дареште, передаяш мне слово Жилцом. Дареште, Жилцом, студы изначили. Податными гостями. Подамся с половой из них. С половой не меньше податных гостей. Бачимся по зуме. Какие усе наши рыдачи. Сегодня саправдой нас может не самое типовое, але нияк не меньше важное для экспертно-аналитичных размову. Тема религийная. Бо саправдой, у Ютуба, за первым. Ва с другим годзе, ведавошен, что церква, як ученичай частки громадства, адыгрывая свою важную ролью, и, в большинстве, по-разному все отбывается, за церквами, у церквах, гражданами так сама, с фетарами. И, литерально сегодня мы все это отмаркуем. Безумовно, теме хрыстянства больше 2006 год. Тому было бы на юна, что зараз за две годины мы можем еще тотально отмарковать. Але я спадеюся, что можем закранем. И, в будущем, эту тему протягнем. И, как литерально одразу перейти до того, что я уже анонсовал, до того, как в 2020-е, в 2022-е, революция, война, как они изменили белорусские церкви и прохожанам белорусских церквей, как поуплывали, что и как отбылось. И, традиционно, по каждому вопросу мы будем идти один за одним, вертаться до каждого из наших заявленных спикеров, температуру, как они понялись заявленной, по-видным. Поэтому, наконец, начнем с вас, господин Вячеслав, как попробовать 2022-е годы на церкви, на прихожанам поуплывали. Думаю, што гэта блаславенный час, гэта период с 2020-го по 2022-е годы, яки яшча працягывается гэта час выпрабывання. Для нас, хрыстіянам, які верам у Господа, заусодачим горш, тем лепш, калі ёсь выпрабывання, калі ёсь пераслед релігійны. Тады аккурат можна вернікам праявіць сваю веру. І гэта час ён дадзіны нам для пэлнага очышчэння, для пэлнага узрастання зразумэння саміх сябе рэшаісністі. Канешне, з прыкрысцю так само можна сказаць, што не глядзішай на тыі поспіхі, які відавочны былі ў церквах і ў кастюлі каталіцкім, ёсь ўсё ж такі шмат такіх старонах, які достатково цёмны, дзе мы, вернікі альбо члены релігійных арганізацій, не былі устанні вытрамыць гэтага выпрыбаванні. Відэцць, гаворычы пра жыцьо кастюла, хрэстіянства, церквах, я хацяў ба прас цынная набучання кастюла, каталіцка, капкожны, капкожны са слухачоў, разумеў, ў якім рэчэшчы може думаць католік. А, ненавіта, калі мы гаворам пра кастюл, то ўвеш час думаем пра пастырскую дзейнаць, калі гаворуць, світары, епискапы, іерархі, яны павінны мець намэць пастырскую дзейнаць. Я вось пустай паў можа развівацца пастырская дзейнаць. Я вось ў компенды социальна гвучэння каталіцкаву параграфі 159-м, ёсць вільми глыбокая думка, якая мне падыбаецца, яна вільми простая, а гучыць, і нам, ненавіта так, што пастырская дзейнаць развіваецца ў двох керунках абвяшэння хрэстіянскіх падстаў правоў чалавека і асуджэння парушэння гэдых правоў. Гэта цытаты вільми лаканічныя, ну і на змушае нас так сама ацаніць дзейнаць пастёла каталіцкава і падаецца ўсіх супольнасцю ралігійных з гэтай перспектывы, на колькі абвяшаюцца Слова Божая і на колькі абвяшаюцца правы чалавека, бо хрэстіянні павінны бараніць годнасць хрэстіянскую, якая выплавае з годнасць дзяцці Божага і асуджаць парушэння гэтых правоў калі ёсць. І вось сьоня, канешня, цяжка казаць аб тым, што ралігійные супольнасці дастаткова добре выконываюць гэта задання. Што іншая было ў 2020-м годзь. У 2020-м годзь был запал, было жаданне прапагведаваць, было жаданне казаць правду, зло называць па імені. Вось, але небывалы террор, які разгарнувся ў нашай країні, ён гэты запал студзіў, і сьоня, на маю думку, суб'єктыў на вельмі. Я б сказаў, што саправдныя за небывалагы пераследу свабоды слова, свабоды реліхі, яны зашлі на огу ў катакомб. І сьоня мы не чуем тако, што тосі прапаведыя Слова Божае дакладна так, як ёсь, сьоня мы не бачым ў свабодных сродках масава інформація святароў епискапаў, яны маўчаць, яны не прапаведыюць. Але ў кассіолах прызачыніных зверах, на прапаватных размобах, на занятках релігій, канешня, ёсь дастаткова шмак тых пастороў, які служуць, які выконываюць пасторскі функцыя, пастороў, катахетаў, які дакладна робіць сваё заданне вельмі добра. Але гэта зараз невідочна, гэта зараз ў катакомбах адбываецца. Ну і можна меркаваць, прагнозіраваць, што прыдзе лепшы час. Саправды, лепшых часов безумовна, ягах не чакаць, і дякую за гэта правнання з катакомбамі, саправду, тут нават гэта, злікам контекста царквы, гэта нават не метафора, зрэшто, гэта правнання з тым, што саправды было, в сціянню ремескет имперы саправды у катакомбах. Добре, я б тады хацеў звернуцца да Наталі Василевич с тым же апытанням, як 20-22 год, як ўсё гэта зменіла, ізменяя царкву і верніку. На мой погляд, адным з такіх основных, адной з основных зменав ў 20-м годзі стала ўдзел простых верніка, ўдзел простых святароў ў громадским житті з тим, каб выказувать свою позіцію по громадских і політичных питаннях і брать адказнаць на сябі за то, якаб християнске слово, християнске лучэння, християнске оценка гучала ў громадскім полі. І для мене, я тут одна, хто не был ніколі святароў, не з'являюся святароў, і певно ніколі не буду святароў са спікераў, таму гэта аспект для мене наибольш важны, таму што часті, калі мы гаворым пра цэрквы і пра царкву, то маецца на увадзе нека іерархія, нека царковныя лідары. Тапер час неформальнах лідараў, і гэта першы, першы, мой такі пэльюс, вельмы важны. Мэня, ця сама структура царковы. Гэта іерархія становяцца горизонтальна і я лічу, што гэта вельмы здоровы развіццё, і гэта патрэбна нам было до сёды, і гэта тое, куду царквай павінна раздзевацца, таму што свядомасць вернікаў і адказнаць вернікаў, гэта вельмы важны аспект. Другі аспект, я б сказала, гэта мішконфесіну, тое, што людзі ў першы чарагу сталі вязначаць сібе як хрэстіані і выступаць і гаварыць і дзенічаць як хрэстіані, а не як каталікі, ці православны, ці протестэнты. Безумовно, нікатарая конкуренція була ў такіх доблых справах, а што вось каталікі такое зрабілі, так давайте православны мы так само зробім. Зварот зрабілі, давайте мы так само зрабілі. Якби бралі адзін з адного прыклад, так само за свою неку конфесію пастояць, што мы так само ані самы горшы. Але пасутнаці мені здаецца вось гэта між конфесійны узровіння, уззаімадзеяні паміж хрэстіанамі, паміж святарамі і он был вельмі важны. І ўся гульна така хрэстіанская сіздарність так само была вельмі важны. І я думаю, што гэта позитывна і гэта так само буддзе развивацца, гэта закладае на будучыню некі такі падмуркі для створэнні такого хрэстіанскага хрэстіанскай сіздарністі. Ну і так само тут аця Александра така працтавіли хрэстіанская візія. Ну ён тут не адзин хрэстіанскай візія, ў нас тут много хто з хрэстіанскай візії. гэта так само для мені ацябіста паколькі я вельмі актівна тамудззельнічаю гэта так само тось такі експертны узрозынь царковна хрэстіанскай багословскі развіццё новая гэта новая таму што рані і запыту як би ні бало на той якап някі рэлігійны концепція такі багословскі ідеї викарысцоваць і ўжываць мінавіцца да конкретнага жыцця не просто прыватнах жыцця а да грамадскага жыцця і тут патрэбна ў нас не хапало ў вельмі ў Беларусі гэта було не развіта вось гэта здольнасць якби умець паглядзець на рэчы з хрэстянскай пункту гледжыні і дельмі шмат людзей пачылі гэтам займацца пачылі дзяліцца сваімі думками і мені здаецца мы іще не дасягнули такога ўзроўню каб вельмі лёгка гэтам сярабіцць але гэта працос і дзе і мы выучымся адзіну аднога а мы дарам прыклады адзіну аднога і дапамагаем адзіну адному і разам формулюем разам думаем разважаем і гэтай таксама для царквы для религійной супольнасті вельмі ідеологія такай ана формулююцца ў Беларуш 2020 год паўплываў на царкву на кастёлу я большай статэні буду тут канцентрувацца на католицкім кастёлях ўсё пазнаецца ў паравнанні на працягу ўсяго постсавецкага перёду альба там калі ўжо адзіццэй гэты пачатак девяносць каторый макую свою специфіку ўсё Лукашэнтус паўу то ўмісцца такі больш нечмирны симбиозы католицкій торгвынні беларускай алтократичні дзержавы вось здраваліся часа часу канцлікті ціно вакоў пабудовы каўцьоў адравліні каўцьоў чаще адбываліся конфликты вакоў дзейнасті кольскі каўцьоў паўцьоў каўрі приўжджалі з Польщу і хатіли працаваў дзе вось тым межгадавын такі лакальні і корупточасові конфликты вось ў двадцатым годзі старылася бельмешмат ў соотносінах католицкій царквы і беларускай дзержавы ўжоў паўне такі симптомы зявілися за два місяці до выборов католик не фальсифікуе кампанія каўрая была иницијована свецкими католиками і ўмедулым шмат што иницијовалася свецкими католиками темне меж колено мела паўцьакую афарбов політичну такіў квази політичну афарбову то духовенства ну можна за выключэнням там ксягдза Вячеслава там цити як ўсвой час служыў то ўсё ж такі гэта значит духовенства нават нежэйшая духовенства мармайна ўвазе святары прэспитарам дистанциўаваріся каў ў двадцатым годзе гэта знайшло ну не сказаць така там масаву там паўсюдну гэта далёка не так тым не менш выразну патрынку збоку святарог ну а выказванне метрополіта Кандрусевича на паўчаў зэшчэ метрополіта Мянска Магилёвскага ў на пачатку ліпіня знаходы фэсту Маці Божай Буцлаўскай што краіне патрыбны сваводны сумленны выбары паўсюдну ўстаў ўстаўліўчоўаў там асамблівањі не сказаў тым не менш вось паўм кантэксце гэта было сказано гэта было прапшытана і адчувалася розными напавна баками як такаў заавалювана патрынка для кампані гатолі не паўсфікуе гэта ўжэ ўэшчэ на пярад выбарным этапе ўжо паўля выбараў паўзгэты пелізны терор і шок каторый ў грамадстві паўстаў ну ён выклікаў тут ўжо якбы да гэту лешнія да гэту лешні модус вивэнди маўклівы маўклівая така значыць такі спосаб суэснавання гаўццёла ёдзэржавы ён тут паўрсту можна сказаць пасыпаўся но можэ не до конца разсыпаўся паўдэканская дипломаты ў паўны маўн пасправуваўа так якбы гэта нармалізаваць паўныј ступені ўуська гэта не перарасло ў доўгатрывалы конфликт но тем не менш там вось гэты паўэту лешні гэты мирны симбиоз паўдзэвам ўось такой а не іншэй рэакцый разюшанага рэжыму прыватнасті Лукашэнкі ўось ну такім ўжо выразным якбы момантам паўдэкэгэ лукашэнкі ництагу ниццягу махчыванага эмоциў абўўў аандрусэвича практычна ворогам агентам чужой дзэржавы катуры ёзззэў ўаршаву нібыта і апрэмліваў інструкцій якак разрушаць страну нашу страну ось то гэта ўжо знаменавала сурьозны сурьозны якбы раскол паста ўжо якія кольвічы да гэтудяшнія прэнцыпы суэснаванне аны пасыпаліся аны бэлі пракураны чым бозьну гэта заявка у дачынэні да каго каго кандрусэвича чалавека каторый дэпламатышнах вось мя працягу ўсіх трэнацэці гадоў служэння прэ ў Беларусі значыць ўгэта лукашэнка ўткую пару вось тым неменшно відаць ў лукашэнкі пэнэў не вытрымлівалі нервы і паста ён ахрысціў якбы значыць ахрысціў кандрусэвичаў такія апанэнты архи апанэнты рэжыму цаўка безподставна ёгэдагдарей прэ няшмат талянт бы дастаткова было б как пасправаваць гэта адкутіць назад і пайсціў такім напрамку нега какого прэна аднавіць прэна всі часткова гэта нервы гэрмэдна суэзнавані вось па па дарузі якбы тут был ўдзел ватыканскай дипломаты каторээ 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 каторэ па махчымасці якбы пэнныя канкліктныя моманты вырашаць нег публична і значыць гэта нейтралізаваць гэта гэта канклікт іншы чачарковы этап гэта гэта выбух вайны ўось я тут обміляю гэт гэта што там адбувалася в 2001 годзе в 21 годзе адбувалася 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 ўапакаенні ў суиславань хоць прыгаванэ напружэне я пэракананя яно засталося аля так як ў ў ў ў ў слаях беларускай аграмаз Ну, тут, значит, ну, снова же все познается о поравнании, когда я хотел бы поравновать позицию катаритска кассиона с тем, что я был в Польше, бывает, в Литве, но ясно, что образил меня, ну, кардинально. Оле на фоне агульной ситуации у Беларуси, ну, по моих назираниях, скажем так, по прикладе офицейного сайта, главного сайта катаритска, который, по моих назираниях, один замене кропка BY, где, ну, поименно, войной называется, ну, и хай замене у такой рады, не в острой форме, а не все же такие вот злачинственные, злачинственные, вот, конечно, там, вот, аутерство России, ну, не, не, не экспонуется особливо, но тем не менее, ну, же, в Беларуси на, когда я глядзець у паравнающих ключей, на фоне того, что у целым отбывается у храматских, у каких-кольких актеров у Беларуси, то, значит, такая, ну, позиция катаритска костюла артикулявала, на приклад, сайтом, который, пояло, довольно такая выраженная. Все, дякую, дякую, Петро, и тогда, ответственно, у вас, в Антон, прист, шпадар, Александр Шамон. Так, ну, что я могу сказать? Смар, что уже сказала Наталья, то, что я думаю, але, може, я скажу такие, може, в основе больше такие радыкальные, скажу так, что, за православную церковь скажу, за православное сродзе скажу, что, фактично, православные верующие, которые задумываются над своей верой, над своим жизнём, над сенсом всего, и они расчаровались в церкви. В той церкви, як-то, яку я не привыкли, это стрявалося з иерархией, там, с батюшками, или батюшками, со всеми этими проладами, что, звичайно, у нас звязаны с церквой. Мне подается, что церква, фактично, уже не исну, выглядят, як мы привыкли. И она теперь, може сказать, что эта церква перешла на узровень, вот, минавито той, что сказали, горизонтальный узровень, и узровень, навод, не связан с конфессиями, уже можем не казать навод про межконфессийные совести, это просто христианские совести, христиан с христиан. И это, може быть, як раз у нас в Беларуси нарождается церква, такая вот не иерархичная церква, а минавито христианство такое, не церковное христианство. И то, что я думаю, что и во всем свете такая тенденция, але у нас она больше подогрелась к этой ситуации, какая у нас была в 2020 году, когда полностью себя дискратовала иерархия православная. Ну, католитская мож не так, але мы так само скажем прямо, что больше чакали католики от Папы Римского, тому и там, я думаю, так само такие есть тенденции. Восемь. То, что, може быть, сироты протестантских пасторов есть такие розные люди и такие смелые люди, как там Вячеслав Гачаренко, например. Але гэта так само фактично той, что, ну, можно сказать, что те процессы, что за это идут, гэта процессы больше углубленные от того, что было при реформации. Так что гэта той, что протестантские пасторы сами по себе там, сами по себе уявляют некой такой больше лепши такой выгляд, то гэта больше глядает тому, что сами христиане пасаби пасабе могут потресливаться, что сами пасабе христиане отказывают сами за себе. И кожны отказывают за себе, и кожны не адымя некой структуры кажут, а адымя своего сердца. И мы, звязаны у всех христиане, становаемся вось у гэтым поле гэты вот христианского деланья. Больше того я скажу, что вот мы так-так развуляли тут неким нашим близким Коле. Мы не можем не признать, что бывает так, что люди, які, наприклад, себе не лечит нават христианами, верующими себе не лечит, и они бывают больше христианами, чем те люди, что формально, дагматично представляют себе христианами. Тому христианство становится, выходит на такой взрывень, что нават яно шире становится, что нават дагматичная вера. Не только иерархия, шире, чем иерархия, выходит за пределы иерархии, а не ана выходит так само за пределы самой так званой веры, веры у Бога, всякие символы веры и т.д. Все гэта адыходзець на задний план, и мы стоим на парозе новой христианской церквы, якая выше, чем некие догмы и выше, чем сама вера. Вот так я бы сказал, такие тенденции. Так, в сегодняшней Беларуси. Так, ну, все гэта адыходзеццы, они находятся у Беларуси под сисками контроля. Как протестантских пасторок, так и католических писанзов, православных батюшек постоянно контролюют всякие идеологичные отделы, читают их в Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграмы, робят скриншоты словам червоным на белом написанных, и потом проводят ператрусы, садятся у турму и гэтак далей. Тобак все религийные идеи, чы зараз находятся под прикладным контролем. Сегодня, например, был аштрафованный пастор Антоний Бокун, церквы, ян прадвесник, теперь находятся на крэстіна православных святера Лазислав Багамольников. И мы видим, что любые религийные вещи, которые имеют более-менее авторитет, благодаря своему статусу, может быть, неведомостью, верников и грамадства, находятся под постоянной увагой и просветом. Когда святеров и пасторов постоянно приходят из всех этих отделов, из КГБ, проводятся разговоры. И иншая справа, что высшая иерархия, она находится у инших умов. Уже, когда мы поднимемся на узровень высшей, то поменьше иерархии, теперь неправославная не католическая иерархия не дозволяет собе некие выказывания. Те иерархии, которые выказывались, из них потерпели. У тим лику церковной улады, мы не будем забывать, что был снят со своей пасады и отправленный на спочин архиепископ Гродненский Артемий, и митрополита Девышка Андрусевич так само был со своей пасады сняты. И мы бачим, что теперь у иерархии с державными органами, как это было, истинно было некие... Система вышла спад контролю, можно сказать, в 2020 году, но уже с 2021 года она начала под этот контроль вертаться, и иерархии просто не могут себе дозволить выказываться в теперашних умовах так, как они работали в 2020 году. Система снова вышла в некий баланс и некие домовленницы, напевно, истнують некие пагрозы. Магчима гэты пагрозы так само связаны и с замежными центрами, скажем так, гэтых церквов с Москвой, с Ватиканом. Там так само и где... Як бачите, у протестантов они у нас местовые усе, и у них нема неких центров замежной, как правило, да, гэта... Нема даже централизованы органы у Беларуси, баптистов, пятидесятников, повноевангельских христиан, они больше все ж таки, ну, таки для бачності являются центрами. У них еще протестантские сопольности, они истнуют, как такая грыбница, да, там, где просто кожный грыб связанный с іншыми, але истнуют, как сам по себе у темлеку. А православные католические церкви залежать так само и от больш, скажем так, как узровня у Москве и у Ватикане. И я думаю, что режим с ними проводят так само, некие там воюющиеся домовленности, взаимодействие на местовом узровне. Вот. Тому мне здаецца, што цепер, ну, як бы, православные католики в довольно подобной ситуации знаходятся. Вот. Все знаходятся подписьком. Наша группа христианская визия везде пастоянно мониторинг цепераследу християн с двадцатого года. Мы можем бачить, скольки святароу, пастороу, верненько потерпела от зейнего режима и притягивая терпеть амаль кожный день. И этот мониторинг веду я, и каждый день я причинаюся и думаю, господи, ну можно сегодня я ничего писать в этот мониторинг не буду? Неха никого не штрафуют, не арештуют, не затримают, ни у кого не пройдет опературс, ни у кого не посадят, ни у кого не будет збуджена криминальная справа и так далее. Вот. Амаль такого дня николи нема. Кожный день подбывается что-то, зачем треба сочить. Дякую. Дякую велике сподарение Наталье. И то ж питание хотел бы адресовать за Сан-Зе Вячеслава. Ци саправды православные католики и протестанты находятся, например, на нольковых умовах зараз у Беларуси под нольковым прессам? Я думаю, что хиба варты подкраслиць тое, что розница, калі и ёсць установище паміж церкваме, якоя установище маюць у країні, залежыць гэта розница только от того, что сабой уявляя тая альбо іншая религийная супольность. И калі церква, религийная супольность адмовляецца публична пропаведаваць и быть верными Христу, быть верными своёй миссии, своему заданню, тады яны, як правило, не будуть месть ніяких проблем. Вось, калі яны дазваляюць церква, супольность выкарыстовывацца инструментальным чынам рукамі дзержавный улады і быть, так бы мовець, на побягушках рэжыму, а не быть удзельникамі выканані миссии Христовой. Тады яны будуть аттримовываць вось пылныя нават і бонусы ад улады. Трэба зубажыць, што хоць адбываюць пылныя пірамены ў нашай країні, хаця б тоя не бывал террорики ёсць і без законя, але разам з тым рэжым не пашоў на такі крок, каб пазбавіць і льготаў рэлігійныя супольності. Далей рэлігійныя супольності, рэлігійныя організація задарма атрымовываюць пляцовкі замільныя дзяля таго каб будаваць храмы. Далей маюць рэлігійныя супольності льготныя тарыфы на аплату газа, электрычнасця, ція шэ там штосць. Вось, гэтае бонусы, які рэжым даў некалі даўно, не забіраюць сьоў. Але, не дай Божа, калі ты пачнеш прапаведаваць слова Божае, то тады ўжо нема рэжыму розніцы, де якой конфесії ты пранавежыць. Нема не датыкальны. Неважна, ці ты звыклый вернік, ці ты митропаліт, по-любому на цябе будзе аказаны белязарнішы ціск, і табе не дадуць просто працаваць. Вось, пад гэтым поглядам трэба сказаць, што рэжым ёсь вельмі спрагабибы. Вось, але разам з тым ці ёсць ровныя пазіцыя, но, канешна, сказаць, што ровныя аднызначна мы не можам, таму што цырква праваславная па сёнішній дзень якранеяна имелі падписаную умову з дзержавай на супрацавніства. Вось, каўсцёл каталіцкі ці протэстанскі цяль панимаюць такіх умову. Ну, і, канешні, пад гэтым поглядам цырква праваславная ў Беларусі заўсёды мае больш выгадная становішча. Але вельмі важна задаць пытаня, ці насам рэдж гэта выгадная становішча, калі вось маець лепшы падыход з боку дзержавы, калі ідзе мова пра матеріальную патрымку. Ці, вось, такі падыход ён на сам рэдж ў даўжэйшай перспектыве аплочываецца для ралігійны супольнаці. На маю дымку, нет. Таму што гэтым самым цырква знішчаецца. Цырква перастае быць цырквой. Цырква яшча больш прадатна ёсць для ўладыццаў таго, каб ёе выкарстыць. А таму я не бадую, што каўсцёл каталіцкі немае гэтых правилеў. Но алі разым з тым ёсць, канешна, пераслед супольнаціў. І дзейнаць паза парафіяльныя яна ва ўсіх керунках адмяжовываецца. Канешна, калі ты прахільны ставяцца да ўлады, калі ты публічны здольны на камеру телебачаня хваліць празыдэнта ўладу, выскваляць ёх як самаго Бога, калі ты з ўлады робіш ідала, калі ты ешча таксама на мальтовных спатканях даеш грамоты дзеячам, вось ці выканкаму, ці яшэ тад камусі. Тады ты будеш меець паўныя правилеў. Але гэта ёсць паўныя здрада царкве, таму што тым самым ты паказываеш, што ты перастаеш завяраць Господу, Богу, ты ўжо не апыраеўся на сваю веру, толькі апыраеўся на сваю прастацеванства, на зямную ўладу. У гэтым безмолна нема славы Божай. Што тыжыцца царкву пратэстанскіх, то таксама. Калі пастыр ідзе на супрацовніцтва, калі ён не скаже слобы праўды, што давайте перастанем здекавацца над людзьми, яму дадуць права дзеўничыць. Калі толкі он скаже, што слухайце, давайте спынем гвал і терор, давайте скажам, што ваўна гэта кепста, канешну ён як мінімум атрымая адміністратыўнае пакарання. Дзякув Велікім. Хэцца б первое слово спадару александру. Спадар, александр, ці вы с нами? Хацца б, каб віновіта вы зараз таксама адказале, на конд становяще православных каталяков і протестантов ў Беларусі? Ну, калі казаць пра звычайных веручыць, то ўсё аднолька вазразумела. Але ось калі, што тычыцца і людзей з іерархі, на вазз нежэшэй, там, святароў, напайклад, то я думаю, што ўсё ж розніца ёсць. Вознацца такае, што, напрыклад, адкаталяков менш чакаюць такой ўслужливості рэжы, менш чакаюць. І гэта дае некой простор для дзейнчы, для бульшы дзейнчы. А вось для православных отрыгнуецца так, што православна царква ў особах сваіх іерархів фактична заявіла сябе таким ўслужкай рэжым, скажыць так. І калі хтосці з гэтай структуры пачынае нават хоць неяка дыходзецца до гэтай ліній, гэта ўжо спрымаецца як некі на шмат большы такі вызав, шын, напрыклад, калі той сау будзе рабіць каталіцькі святар. І так само про протестанту. Калі казаць, то протестанты, яны якби не з'являюцца у такім разумені на русской державі, являюцца православна царква, яна якби ближай спрымаецца як своя царква. Алі каталіцькі так само ішыцца нікалькі ближайчын протестант. Протестанты – це нецькі такія людзі з усім, якби без такіх асаблівых царква, з державнім взглядае іх як такую частку свае ідеалогі. Що ж такі каталіцьку ці менші ступені, ана зауважае і пытаецца неяк праручіта сябі. А гэта неяк самі вольныя такія, ходзе дзесін збоку. То да іх яшыя менш, можна сказаць, такіх претэнзій, кальяны яшы скажуть, кажуть сваі. І гэта ўсё на, канешны, при агульным фоні, што ўсякая виступлэн'я супрыць рэжэму, супрыць вайны, яно пераслэдуэцца рэжэму. Ось так. Тока розная ступэнь. Былае той, што чакаюць, дзержаваць чакаюць ад адніх, ад ад другіх і ад ад трэцях. Тобо крэйтэн такі, што ад православныць чакаюць найбольші адданності рэжэму, ад каталікоў трохі менеў, і ад протэстантаў зусім не чакаюць, так? Так, і таму... і патрабування розны. І прадзірці розны, да, гэта людзі, калья людзмішта кашу. Не тое, што патрабування. Дзякуй великий спадар, Александр. І хадзі б то саме патамя адрасаваць спадару Пётру, спадару Пётру. Тут патрабування розмовцы ўже шма што сказали про гэта. Хіба што ніякакі таких коротких рэплексій могу дадаць. Ну тое, што вось Наталья зауважала про паралелизм тамеш православным каталіцким костюмам, православно-каталіцкой торгой. Вось ніяк цього Кандрусевича, вось ніяк цього артемія. Значыцца, ёсць тая розніцца, яна прасутнічала іранію, але я хочаўдамся, яна узмоцнілася пасля падзеў 20-та года, і напоўне вайны гэта той момант, што на православную царху ціск з абадовоў бакоў, гэта із Москвы і з резидэнціў беларускага правеціля. Вось в випадку каталіцкай царкавы гэта прасенг з боку беларускага рэжиму. З боку Ватыкана, гэнешня, пра прасенг, як такі не, не выпадая казаць. В санце, палітычны прасенг, гэта з адзеным этапе. Ватыкан занял такуў позіцію медиациўну, пајтам овось зусі міншая історія. Ну, калі казаць пра протестантаў, ў той мерў, ў яку я тут сачу, гэнешня, дні несистематычна гэта адсочваў, але я бы сказаў, што тут сітуація так сама асабліва не памянялася па той прычыне, што і да гэтага часу адродзнене ад православной каталіцкай царквы до протестанты асабліва вось харизматычнага ўкілу, пајтам пајті дзясятнікі, яны ніколі салоткага жыццяня вилде, і гаўу сказаць то, што паторіўкі праўзнене верьме салоткай меря, але канешні саладзейшая, чын адыстанты асабліва харизматычнага, харизматычнай плынў. І на узровні пропаганды час від часу з'являліся такі верьме ядовіта репортажі, публицистічні перадачі, пајтті дзясні, пајтті дзясні, пајзнене челавешіць там, телу адвіна ваших дзяцті дзясанні, прорывання наважэнство, пастоянны там штрафы, појна погасаў, збайца ў якімге ty девчасасшым, пајтті дзясќам, годзі, гаўха істориа з заквойновая жыццём, підпастоянна, Они не на все так само трапляли в СМИ. Третье, конечно, протестанты, особенно 50-90-х церквей, они в этой державе. Но, с другого боку, так само у них немного другая духовно-религия подходит. Вот это было нам адасабление от земного життя, земного володарства земных справ, у тем лику политических справ, у них больше выраст. Установка на життя вечное, на свободу от отверпых тутейших земных клопатов, я думаю, там шмар подкрысленно. У нас на такое политическое заангажение, оно так само заанносно ослаблялось. По иншей причине протестантам ослаблялось харизматичное племя, доставалось, а иногда достается. По той причине, что не мают такой строгой веры, они меньше такие складания контролировать, взять под контроль. Крошки вот такие, но вербы децентрализованные, вот так. Крошки подобные протесты, протестанты, в 20-м году проблема влады с этим протестантами была, что не было один центра, один лидера, децентрализованные, это было нечто подобное напротив всей истории с протестантами. Дякую великое. Я бы хотел запитаться, у нас кто-то есть учатся, мавыць, протестанты, и кто хочет отказаться, так само на это питание. Я не протестанты, я хочу трошки, з иншого боку поглядеть, потому что, на самом реч, мы бачим, что у сучасной истории Беларуси были плыни протестанты, которые очень активно уверены в политическом жизни. Аккуратно, в этой харизматической церкви, у них, у оброзненных приказов, классичных 50-летних, которые имели больше характер, которые доставлялись до сегодняшнего жизни, и жили в этой своей религиейной супольности, как все это грунтовалось вокруг супольности, вокруг веры. Харизматичные, и по поводу, и по политике, у вас есть гук. Господа, Антене, нечто с гуком у вас сейчас произошло. У вас все доброе, что у вас наладжены, например, сголки? Нет, мы сейчас, на жаль, не слышим. Так, я допочитаю. А мы сейчас слышим, когда вас слышим. А, слышите. Так, ну и Молодой фронт, например, да, с дьяволом Молодого фронта, такое источное протестантское христианство отыграло великую роль, хотя там, безумовно, не тольки протестанты были, али саправды для белорусского политичного життя и теж белорусско-христианская демократия, партия, ну, вельник далікая обтюнность протестантских верников была в конце 90-х до 2020 года. тому, я, ну, все ж таки думаю, што шмато, чым реакция режима на взгляды протестантской супольности, она была сгазана с тем, што яны были мотивованы исти в политику, мотивованы исти во владу и в университеты, там, займаться наукой, ну, што саправдак, это была такая новая, молодая, это вельми гарача вера, люди были вельми не зломные до того, што яны саправды верыли, и это не просто некая там была идеология ци там каштоўности перекананья такие спекты, это была глубокая религийная вера, и люди готовы были до конца исти у этой своей веры, и это таксама передвызначала шмат учим такое супредстояння режиму в имя, они не могли их писать в эту свой скажем так, диспорт, зато люди готовы были сопротивляться, люди готовы были там до таких акций то есть голодовка такая операционная жизнь до солидарности один за одним, але у неким цензе и протестантские супольницы таксама уже там 2006-2007 навыц 12-го на полнагода я так скажу, што яны стали так там с режимом находятся в таком симбиозе я взялся в это потому что я заранее займалась инициативой за свободное веровызнание такая была инициатива и гэта инициатива якраз займалась мониторингом порушения религины свободы в Беларуси и ранее было калі протестанты пераследовалі было вельми шмат дваротов про то, што нас пераследуюць у нас тут тоя отбылось а гэта отбылось на нашу царту там оттуль прышлі и гэта так далей али в 2012-х гэта пересталі говорить протестанты про то, што их пераследуюць и я робила такое доследование гэданню протестантских цартов в Беларуси я зауважила, што меняется дискурс и калі раней режим Лукашенко выглядаў як ворожы то управной части он почаў устрымацца як свой як больш адповедны христианской веры чём аб тако заходні европейские режимы либеральны почалите возгэта тема культурных вольнов якую Лукашенко вельну мацнава крыстову и навэт мы бачим ў гэта нова конституца изменіна ў гэта скажам дискурс вакоў шлюбу як саюзу мушчыны и жэнчыны небыта ў беларускай конституція гэта павінна бэть замацавана то есть режим вельны добра сгуляў на многих таких пытаніх си для христиан ну такими важными культурными пытаннями дзюлялі и я думаю што ён далей працягвае гэта вбуляць ён далей працягвае нікатурых християн мінавіта гэта привабліваць гэта ў супрастаяні з колекціўным заходам за неападам заходнім и гэта гэта гдалей ў ў христианскій супольнасці трэба саправды бачыць ў гэтае маніпуляцыя які ржым вельны добрая пацазала з такого пункту вледжыня політичных технологій якбы выкарыццовае для паго кап христиан перастягаваць на свой бок ну і што лепш как сказаў Лукашэнка лепш быць дэктаторам чым быць гомосексуаліным чалавекам то і самая ну для многіх та самая лепш наш президент будзе дэктатор чым гэта нажаў для многіх христиан на ЛІТЗ пазаўляецца критэрам правэльнасці християнскасці марайнасці вельны цікавае разыраўне дзякуў велік з паваранного паўля з паваранного паўляцца дзякуў и давайць тады прачаганем а у нас знову а не камера налазваў добра тады прачагавае заправды бус ёжо зараз ми крыгу азначылі вич гатарутковскі казава про тое што гасподар Кондусевич являецца цападам сей являўся такім просто эталонам осторожнаці разум с тым ёнцебе дазваляваў в 20-м ходзе больш выказуваніў гармацказначыншым раніў а при гэдам бачагамеж гатарадрозні таго як по ч Verawnцеве подалі православны іррахи и что кто-то восьми бачен, как под аргенемин ездить в войсковые участки, которые встречаются с войсковцами, а некоторые надворот настолько были несводны за хвалтым супер-смертных протестовцев, что их православная церковь пошла на то, как выкинуть эту херарху со своей структуры. Тому наступное питание тоже за того, как на ваш погляд эти обранные стратегии церковного керавництва, которые были в часу больше прошутшие, как вы уже узгадывали ватиканскую дипломатию, сейчас больше такие миротворческие, а на сколько эта стратегия подковного керавництва, на сколько они соотносятся с настроями Клира, а за счет всех других иерархов, и в этом контексте можно так само отгадаем относно перспективам авторефалии православной церкви, потому что в 2020 году эта тема снова активизировалась, а потом снова сошла быцем или не быцем. Как соотносятся в настроях вверху церкви, и может не так вверху. И давайте кауна заработчу славу с вас начнем. Ну, как святару, как человеку верующему у Бога цяжко оценивать стратегию церкви, якая разглядаються только из людской перспективы, якою адрознявание между стратегией, скажем, якою мают в головах для развития епископы и святары. Гэта, на мою думку, ну гэта важное питание, задаваць треба, аль не меньш важное задаваць питание, ці гэта стратегии, яны адпавядаюць замыслу Божому, задумі Божой, ці гэта адпавядая хрыстовым планам. Бо усе стратегии церковные, які будуюць, навыць самые великые стратегии епископы, митрополитыцы, навыць папы рымские и святары и верники, калі яны не будуть адпавядаць с прадвечной стратегии хрыстовой, яны усе звядзе на нуль. И на мою думку, усе ж таки, ну, стратегия, якая абираецца пад девізом таким, што час цяжкі пераслед ідзе і трэба выжыць, яна для царквы ніколі не будзе паспяхоба і царква, яна заснавана хрыстом недзеле таго, каб выжываць. И гэта стратегия заусюды будзе памылковыць, царква павінна жыць, царква павінна жыць сёняшнім днём, сёняшній гэтымі падзеями, быць актыўной, любіць трэбы сёня, свечыць трэбы сёня, нель гэ думыць так, што сёня трэбы выжыць, прастасавацца, а заутра я пачну любіць, заутра я буду святым. Ну, гэта сама падман, гэта просто смешна, гэта тады ўжо не царква божыя, толькі гэта утвараецца сітуація хворыя, гэта павная паранойя, вось. Ну, але, калі ацэніваць па людзку, ну, то, канешна ж, прауды падобны, каб тою, што вярхі прапановуюць епискапы, калі прапановуюць ў стратэгі царквы развіцца, а ці ж, гэта неважно, ў яку, ці каталіцкай, ці православны, ці протэстанцкай, каб гэта, на сам рэч, да ганца не адпаведала большасць духавенства, стратэгія поменялась, але справу тым, што гэта нейкім чынам адпаведая, і вось такі падыход ён адпаведая больш, менш усім. І вярнікам таксама, бо каб вярнікам, на сам рэч, большасця вярнікам трэба було штосі іншая, ну, то і вярнікі ёсць ўстані так падтіснуць сваіх іерархаў духавенства, ну, што і хочеш, не хочеш, а меняцца будзеш згодна з запатрэбаваннім вярнікаў, а лі я не маюць божыя справядліваў патрэбаванні. Ну, а лі я думаю, што хоць можна крытыкаваць тэі стратэгія, які мы сёня бачым, бо, на жаль, ўсё ж такі гэта хочэй стратэгія выжаванні чым актывна і дзейнісця, ёпіскапы ўскладаюць на сябі абавязык Божы, да, яны кажуць, трэба ж царкву уратаваць, каб яна выжала. А царкву уратуе Христос, гэта ягоный ўж абавязык. І вось тут ўсяк ёсць пэлныя ўскладання абавязку Христобага на сябі, а заміцца тава, каб выканыць свой абавязык, нікатурые спрабуюць выканыць абавязык Божы. Ну, і гэта атрымоваецца ненайлепшым чынам. Вось. Ну, а я разам з тым, я ўсё ж такі перагананы, што які б стратэгію сёня не абіралі керувнікі цэркваў, епіскапы, святары і вернікі. Усё ж такі Христос мая сваю стратэгію, і раніці пазній. Мы ўбачым яшчэ больш яскравые пэрамены далепшага ў нашых хрыссіянскіх цэрквах. Мы гэта ўбачым, я ў гэта веру, таму што ёсць вельмішма святароў сумленных, ахвярных, святых, вельмішма ад ёсць вернікаў, і гэта не можа не даць плём. Їх значна больш чым было да пачатку 2020 года. Дзякуў спадароў, шо славу, саправды ўсі. Каліць так, калі я бралі таку тема для експертного клуба, нават, не дума на кольк широко зможам пагадзеў по саправды, як гэта. Я не веруна сэбе смелаць промаліваць пэтамне, цей пабедныя гэта стратэгі, стратэгі, стратэгі бога, але, так, зрачты, цызнаць не ясць, гэта арта, му, все лагічна. І цікава ўсць под такім углам гэта гэта надзіраць. То, падарня, Наталя, як вылічыццае, наколькі ўсць гэта стратэгі? Падар Бачуслав ўжо казаў про гэта адрозняні, можа па між тым, як сэбе, якія погляды ў Вернікаў, ў Холынгарарфаў, ці надварот, можа, не такія вэлікі гэта адрозняні, калі не трэдіменш разум ўжаваюцца. Як вылічыцца? На мой погляд, ўсць цэць цэць ўра нас ўсць експерцць всёняшніх. Мы і таксамы выбрыли некім сэнці стратэгію ўжывання, тому што мы ўсць знаходэцца па замежамэй Беларусі, і гэта была адзінная махчынацць працўць выказвацца і говорить. И тому я лечу, что я теперь от тех, кто находится внутри Беларуси, не могу чекать того, что они будут выказываться и не что делать, потому что я разумею, что они находятся в инших умовах. Но на нас, тех, кто в безопасных умовах, кто может говорить, они не имеют права молчать. И на нас лежит великая отказность для того, как огучивать тех людей, которые сами за себя сказать не могут, и помогать им так само выживать. Я думаю, я не бачу суперстояния между стратегией выживания и стратегией свечения. Просто у каждого героя, у каждого, кто на эту ситуацию, которую перед Беларуси, находится, и он выходит, и проявляет свою позицию, я это ухваляю. И с такого кожного человека я лечу героям, и просто разумею, что недалека до того узровня свечения, которое проявляют. Но я так само я разумею, что те, кто теперь не может публично дейничать, и безумовно, когда эта говорка идет про обычных верников, на их нема столько отказности, сколько лежит на церковных лидерах. Вот. И я лечу, что минавито во умовах по тиску на церковных лидерах лежит больше отказности. Яны, на дворот, их стратегия для того, как верники выживали, для того, как забезпечить взятое выживание верников во умовах, больше-менш сприяльных, ну, не совсем репрессивных, им все-таки требовало завышать. И мы бачим, что те иерархи, например, тоже архипископ Артемий, янгельми за сёдой не только, и просто сам говорю, для его важной, чему з Гродненской епархи стольких святеров, например, у Беларуси выступала и писала там на фейсбуку, что-то, либо там свала могуцная Божа на своих проходах и так далее. Тому, что стоял лидер, який за их заступался, и який, калей у их возникали некие проблемы, и он становился за их и казал, гэта мае люди, я лидер, я несу за их отказность, я буду за их стоять. И вот эта задача, мне здаётся, церковных иерархов зараз, не просто, ну, не, скажем так, ну, стоять поміж, не давать укрылду, скажем так, своих, тых, кого Бог им дау у отказность, как да и заклопатиться, и гэта клопаты не павин быть таким, что заткнуть их, как их не пераследовали, да, заткнуть своих святеров, как их не пераследовали, а на дворот гэта клопаты не павин быть, навад, калі епископы приходят на суд за своих святеров, гэта уже, как бы, вялікая справа, да, и они показывают взгляды солидарнасті, показывают, что они побач, и навад, калі нічого не могут заводить, они хотя бы могут проявить взгляды солидарнасті. А часто мы, адвайцы на дворот, калі самі ж церковные лидеры, и они становятся, вот, гэтым инструментом пераследу з боку державы, и они затыкают рот своим святерам и верникам, и они, как бы, забараняць их услужэнні, и не даюсь пропаведовыць. Вот, на ком-то аутокефалі некая говорка шла, так? Ну, мне здаець, что мы, как раз в этой гутарце сёняшней, мы перейшли уже з узровня 19-го стагодзя, ну, альба там, пачатку 20-го стагодзя, на всё-штаке, пачатку 21-го стагодзя, и говорим про христианство 21-го стагодзя, и про процессы на шмат больш интенсивные и глобальные, скажем так, христианские, чыны, вот, в этой пытанні, які дядячка в такой шапце будзе хадзіць, и какие его будзе плач зелёныцы и фиолетовы, вот, что теперь уже в нашем грамадстве, мне здаецца, это пытанне в этих великых структур, оно перестае быть настолько актуальным, и это не тое, куда свои силы треба укладать, потому что силы туда укладать приходится шмат, а выник, ну, мы всё равно живём вася в этом грамадстве, и тое внутреннее перенараджение, которое отбывается с нами, оно на шмат больше уплывае на якость нашей христианской веры, нашей христианской супольности, чем усе, вот, в этой, ну, скажем, якое министерство, якому ведомству будзе подправдковаться. Тому я думаю, что, мягчыма, нават в этой пытанне не будзе таким актуальным у беларускім контексті, я была прада, каб мы усество христианское життя не переводзіли в этой структурной пытанне организации, епархии и так далее. Дякую, дякую, господарня Наталя. Погадна Пётра, да, да, тебе тое самое пытанне. Накольки вось та стратегия, якую обирая церковные керавництва, ціто, наоборот, активизации, ціто, наоборот, успробені, як ситуацию улагодиці, будешь дипломатична, а на кольких это соотносяцца з рештой, з настроями верненько. Відома, часом, гляд, яка не веду, як питань не пра курсую яйцоб, а глядома взаємнозвязаная, але глядым немінш, накольки можа сфокусуемся на тым, як не єсь цяпер, як іться, што на культы зараз глядам все адповедна. Ядаплю, как мона кайшыбусь там, калі я не ведую. Ці влечышы мусь на то, як православные ірархи еззять в войсковая частки, як католицкі, не. Глядам, на кульку глядам, дзестровая на строю церквах, Это выбор одного человека, который ничего не изменяет из строительства. Как говорилось про стратегию деятельности, про то, как изменилась деятельность церкви, я знаю, что тут в большей ступени буду на католическом постели фокусовать. В первую очередь, три такие узровни выделили. Один узровень – это сакраментально-праповедницкий, антикультурницкий, а севетницкий. И третий узровень – это политично-этично. На протягу большей огромной части своего суиснования за режимом католическом постели оставался в большей ступени у этих первых двух – центральным и асветницко-культурным. В 20-м году он шмат, что тут изменил католический костел, довольно выразно уступил в эту сферу политично-этичную, но тем не менее поздней отбылась такая модерация, значит, сбауленье тону. Засталася эта этично-политичная складовая тем не менее на дерьме такая померковная, скажем бы. Вот так, я думаю, что в Польше это перепугается и с настроями с рот верников и с рот обольными тенденциями внутри духовенства, военном вазе святарства, то есть битера. Значит, у Беларуси ни много ни мало, как католическая супольность, наличивая там по разных оценках от миллиона до миллион двести верников, значит, как на такую группу можно заразуметь, что там самые разные опции, самые разные погляды будут циркулявать. Можно, конечно, там вылучить разные такие группы, но в целом, насколько это перепугается с настроями по первой рот верников, по другой рот широковых святаров, то с больших атак. Ну, калю сказать, уже трошки простей, как эту группу святарскую, по колькасно, и она меньшая, каля полутысячи, каля 500, тогда можно выделить три такие группы, это польские поляги, которые, значит, грамотяне польщики служат по Беларуси, и на теперь по воле все изменшается и изменшается, но темнее меньшинное так само надалее есть. Есть беларусские поляки, беларусские грамадзяне, которые по национальности або по таким переконанне, або их своим идейным таким вось падыходзеяне, вось поляками, все беларусы, беларусские, беларусы. Вось, ну, у гэтых першых дзвёх группах по парозных причынах, значит, падтрымка таго выходу кастёла у этычно-политычной сферы, она не карыстаецца опыта. Тут трошки парадэксальна, што як минимум с половы нулявых, беларусский режим вельми моцно так артыкулюе патрэбу зменшэння колькостя, альбо навад звядзенья до нуля колькостя замешных сфертору. Ну, тольки ситуация такая, што аккурат у гэтай группе протэстный потэнциял, скажем так, ён найменш. Найбольший протэстный потэнциял, как и так можно сказать, ён найбольший унутрых этой трэтьей группы беларусских беларусов, грамадзян беларусов, которые апы ацавляюць сэбе з беларускым народом, культурой, перажываюць за будучыню Беларуси. У чым гэта праявляцца? Большая частка стараяцца гэта не афишаваць, меньшая частка, асабліва, ў ситуациях такога, таких выкликаў, яна становіцца актывной. Аскарацека ўже, калі, падагуўняюцца, з большага так перагухаюцца з настроэнник і сярун гэрм. Ну, не сярун гэрм. Цікава актуліваецца, адпаведна адпаведна маў сітуацію, калі, можна сказаць, што ў пэвной ступені протэстнаць Касёнов ў 20-м годзе праштрахнули самі влады, бо своя, адпаведна, стратэгій, ямкнуліся скратците, гэта польску ўплыл, ў выніку, можэ, не святома, привели до того, што ўзмацнели ўплыл актурацттых 2-роў, які актуаляцца прабылка. Можна так сказаць, поляйці, асабліба, каторая прияжджалі з Польща, яны стараэмся быть веримі астерушнамі, і это пазразумелыў прчына, чтапа. Дакумэнты ў їх, якби, такія, часобоя, адрогая, адрогая, которые уже годами, 10 годами прапрапливали у Беларуси, они у Беларуси занимаются такие добрые посады, настоятель, параки, промыш и так далее, когда они их выгоняют, они прапливают назад на свою родину, то они тратят на такие дрогасные трапичные посады. Поэтому их вельми мощная была мотивация не идти на рожон с уладами, но тем не менее, почему на уровне офицейной политики было то, что нужно, как можно, как бы, взмогаться с этим чужеродным элементом и свести их до нуля. В этом году вицепремьерта в 18-м году заявил, что у семья доброго на 100% у всех этих замерзных святеров, но на 100% они заменили до 20-го года, тем не менее, в этом плане эффект был, ненавида был, как и был, как в сероте беларусов, мясцовых, грамадзян, святеров, грамадзян Беларуси. Протестный потенциал и их мотивация поднимать перенимы на 100% больше. Так, еще один, разговаривали про святеров, побачили еще один приклад того, что бывает, когда политика власти базируется не на экспертизе, а по своим явлениям, что говорили, когда эти поляки дрэнли, а вы никого отрывали, что отрывали. Доброе, снова таки, завершающий в этой питании, я хотел вернуться до Квадара Александра Шамко, тем самым, какой соотношение стратегии церковных иерархов, церковного керавництва, верников, как они соотносятся? Ну, и можно говорить, что про аутокефалию правильной церкви, размову вокруг Иевы, если это очень нравится так само с экранем, я так само, что разумею, там шман есть, про человека, все родные иерархов обнарковываются, далеко не изо всех они выносятся в публичности, а на кольку вы зараз обноц на аутокефалии, с чем зараз это остается? Ну, что я могу сказать, что православная иерархия, вся православная церкви, она будуется на таких изолированных одиннодотных слоях. Слой иерархии, сам по-собеживе, слой святаро, больше низкого и миране. Это все такие слои, которые мало согласуются с одиннодотным. И тому иерархии ариентуются на уладу, перш за все, потому что они с простым верующими навык не сутыкаются, фактично. И они сутыкаются, самое главное для них, как это захавать такое доброе относение с уладой, как бы захавать свои привилегии некие, такое ставлення доброе, как быть причастными до этой державы. Это самое главное для них. И они не смотрят на то, что там думают. Унизу люди, и святары, и миране, они там существуют в своем свете, а гэты живут в своем свете. Поэтому они никак не ориентуются. Они просто идут в речище державной политики. А то, что ниже, это может быть совсем иначе. Я, например, ведаю, что больше святарол таких активных навык выказывались у наших таких чатах таких святарских, больше хучала употрымку протестов. Зусим я так, як иерархи, гэта кажуть. Ну и мы реально сами по себе таксам. Мы реально таксам розные есть. И тут я сяще один момент таки, что православная царква иснуя не за кошт верующих, а за кошт людзей, які заходящую царкову больше. Такие, як мы кажем, такие не прихожане, а захожане. И гэты люди часто гэта таки наши звычайные беларусы такого померкованного складу. Люди неактывные и часто им навык не цікавы, что там думает иерархия, кем я на боку. Иерархи добро ведают, что будут исновать, як исновали далей, и их позиция нияк не добьется над тем, что они на их зровне життя и так далее. Самое головное это, что база материальная есть, люди будут ходить и самое головное свои привеги заховать, быть разом с дзержавой, быть под дзержавой и очувать себе утоль. все так само супрят таких людей, это наши выродки, и мы их будем давить разом с вами. такой такой подыход. Что тычется аутокефалия, я скажу так, что у нас шмат сказали про аутокефалию, а коли она пришла, то ее не заметили. На самой справе думали, люди думали, что аутокефалия это некий признак свободной церквы. На самой справе аутокефалия никогда не была признаком свободной церквы. аутокефалия народилась тады, когда церква была державой, аутокефалия отповедает державности церквы. Это не институт 21-х аутокефалия это институт тады, когда державы церква были неким одним. И это чувается и сейчас, когда ставится пытание про церкву, то например Константинополе когда разглядит вопрос об аутокефалии то эти церквы, он больше имеет справа с кем? Церквой? Нет, с державой. Вот так было и с Украиной как например когда этот процесс начался. Когда Прошенко захотел когда это было отправедало его предвыборной и он запустил процесс и вернулся Рада до Константинополя и все это рабилося больше на дзержавном уровне, чем на церковном. вот и в том свете как мы живем в свете таком секулярном где церква основе где церква особенно от дзержава она повинна не быть потому что церква это просто один из институтов и она не может быть там как бы присосовываться до дзержавы вот когда кажут что не будзи не коли дзержава свободны там коли не будзи свободны церква там незалежная церква а причем здесь церква церква разная есть католицкая есть православная есть протестантские розная и на самой справе гэта аутокефалия она отбывается тольки тады кали есть залежность от дзержавы и вось у нас у белорусской церкви отбывается процесс аутокефализации на самой справе потому что ранее дзержава была церква была белорусская такая и она была больше залежная от москвы от московского центра и навод ставили митрополитов таких своих российских вось было так Павла поставили навод николи у белоруссии не был проездом один раз каб ён был таким засланцем яки трымае церкву у подпраткаванне до москвы але кали вось у двадцатым годзе отбылась фактична такая реформа у церкве перагляд таких стасутков и ў пяшы таки признак того что был поставлены якраз белорусский чалавек белорусский чалавек белорус вось Вениамин и был поставлены ён не просто что Москва так захотела Москва навод про ягу мошэ не думала его поставили тому что так захотел Лукашев таким чином отрымалася что церква белорусская церква стала больше про дзержаву больше про белорусской дзержаве яго не интересам а не Московская патриархия Московская патриархия фактична выдала карбланш белорусской дзержаве рапите что хотите там восьмам церква гана будьте ваша церква и зараз белорусская православная церква ци белорусские экзерхатки он больше залежны ад дзержавы чым ад белорусской дзержавы чым ад Московской патриархии таким чином отрымалася той что трымалася так что казали як и заурани што у принципи при таким раскладзі калі мы маем режим такий татальт аутакефалія приводять до чаго до того что церква становиться кишэнной церквой и вось мы маем гэту кишэнную и фактична аутакефальную церкву зараз у белорусси а свободная церква гэта не аутакефальна церква а свободная церква гэта церква якая не залежыць не от кого не от некого центру не от дзержавы гэта церква якая сама вращая свой лёс якая мая своя разумені свой свой розум мая а не глядзіць нікому урод глядзіць внямін урод лукашэнкі вось калі гэта будзи такоя разумені калі наші ярахи там или там люди церквы яны буду думаць про сваў як мы будзим сами будзroat гэта духоўнась наше гэта свята погляду вяз гэта выказаць ад имя церквы сваёй ад свяеў галавы ад сваеў ума незалежных гэта будзице свободна церковь. И так само еще свободна будет церковь тады, каля будет очуваться не только голос иерарха, а голос так само миран, у всех людей православных, верующих. Каля будет очуваться, каля голос будет нечто значить, как и у демократичной державе, каля голос кожныха человека нечто значить в выборы таготся инжага правителя, то так само и у церкви это повинно быть. Таким чыном выборы, ци не выборы, ци як, але очуваться голос гэты павинны. Каля будет очуваться гэты залежнаць этих иерархам от людей, якой зараз, яка сам начатку своей гэдинсиансы. Разумела, разумела, дякую великую, я ответу так, вашему слушану вернули увагу, что аутокефалия это далеко не усе, залежнаць у иншам, дякую. То, Антон, тебе слово. Профанное, мабыц, пытание, да, спадара Александра, а цих гэта не выглядает такая протестантызацца вовыля православной церкви. Я, мабыц, я, мабыц, не шмат прагета ведаю, але, але што, што вы кажете, такая внезалежнаць прыходаў... Видаць, шмат, што мы што лічим протестантызацца, гэта, ну, протестантызм і был, у некім сэнце, гэта была спроба вернуцца да перших парадков церкви, перших церковных парадков. І, може, трымалася, трымалася, але ў гэтам ест, не кеткі, трэнд протестантызма вернуцца ў першых хрэстянскі такі часы. Вось, і шмат чаго, што мы лічим протестантскім, он самой справі існавала ў церкві. Може, яно не завсёды зараз атрыблювайцца яго узнавіць в тым выгляді, як гэта было раней, може, гэта бувае так, што ўжога мы прайшли гэта этап, і бувае так, што оно прымае зусім іншы выгляд, і, може, бувае, ну, не адпавідае часу, але тое, што калісцю ў церкві было такое, што людзі самі выбиралі сабе як минавіто галасавалі, выбиралі сабе просто забиралася такае хрэстянскі абщына, і аны просто выбиралі з этой абщына цього чаравека, які будзі якбы галавнім ўсі ўсі все, гэта було такое ў церкві, гэта адпавідае саму духу церкві, калі не тое, што там мы захателі там Ваню какого-то і там гэтак далі, але гэта ўсё звязана, мы бачым гэтага чалавека, гэн адпавідае, мае некі аутерітет між нами, але там высшайші ірахі, аны може падтвердзіць павіна, што гэн адпавідае некім такім нормам пастырскіх такіх бэгословскі ўрвінь яго адпавідае таму, што быць пастырм. І аны выставляюць яго на разгляд таго, што б ён был галовнім церкві. І гэта галовна, нават ёсць же, тока зараз згадав, нават зараз гэта ў бэгослужэні існуі, калі рукапалагаюць, допустім, святара, то завсёды кажець епископ пакладае руки на яго, каже аксіус достойны, так, аксіус. І ўсе святары, што знаходяцца вакоў ў гэтам алтары, яны так сама тройчы кажець аксіус, співаюць аксіус, аксіус, аксіус. А пасля гэтага, той ж самая аксіус достойн, співае хор аксіус, аксіус, аксіус. А хор у нас ў царкве зараз. І он, якбы, адлюстровывай народ. Ну, царковный народ. І гэта, якбы, падказывае нам тое, што ў царкве ізначальне було так, што тры, можна сказаць, інстанцы выдвігаюць святара. Гэта сам епискап, святары, які побач ў гэтам ягатай епархі, і людзі, вось. І нават, гэта токі, калі тры гэтик супадзе, ўсё, тагды ўн будзе святаром. Нават, был такі выпадык, што ў Сан-Петербургу адночы такога недастойнага чалавека спелі анаксіус, то есть, калі людзі не патрымлюваюць якуэта кандидатура, так было історична, то яны співалі анаксіус, недастой. І такоё було, што ў Петербургской Духовной Акадымі адного чалавек рукопалагалі, і студэнты, яныш такі адакаванны, які співалі ад імі ахора, яны пачалі скандзіруаць анаксіус, анаксіус, анаксіус. Гэта була такі скандал. Дякую, дякую, александр, зрозуміло, гараз, абшім, вы кажете. Ну і добре, дякую велике, перейдем гараз до часвортого питання, я думаю, заявлено наступним чином, а якую ролью царкви можуться довіряць ў будучіх трансформаціях Беларусі? Ціх, це може біць миротворчая роля, ціх, це консолідація громадства. Ціла варок гэта малаць ніякі громадські розкол. І хачу адрасуваць гэта питання спачатку Ксензу Вячеславу. Я думаю, што царква можа дограць ролю ў громадстві, при умові, ка падыгрываць ролю Ягоїколвіч ў громадстві, треба передусімець аутаритет. Треба, каб громадства довірала царкві. І тут, адказываюча на гэтае пытання, треба розумець увогулі, на чым ми стаім. Ці наша громадства біларускай довірає нам царквам. Вось, і тут не так аптимістычна ваглядае гэта справа, таму, што згодна з дадзінами соціологічнага пытання Чатумхаус, яка праводзілася мінулым годзе, яны парамогулі на пачатку годы, пасля лятам былот аппублькованы вынікі. Усё ж такі две трэцех громадства беларускага не довірає царквам. І гэта трэба прызнаць, што аутэрэтэт царквам маюць для меньшай частки громадства. І адпаведна уплыв і роля царквам адмежуваецца. І немажна ці гэта кастел каталісткі ці царква православная. Таму, што прыкладны вось гэта як да кастелу каталісткага так і да православная. Тады ляты минулаго года агучавалісь ліжбы, што 32% грамадства довірає кастелу каталісткагу, 36% довірає царкве православной. Ну і бэдай може, каля 7% был довер да царкву протестантскіх, калі я не памаляюся адмозна ось гэта апошні ліжбы. Ну і мы бачым, што ўсё ж такі ўплыў на грамадства ён ёсць, трэція час грамадства довірає, але ён обмежаваны. Відайці, і вось туту, згадываюча гэты ліжбы, я хацю ба вернуся дэ таго, што казаў айцец Александра, я вельмі уважлива слуху айцца Александра, але не пагаджуся ніяким чынам, што бы сьомня, дзякуюча таму, што Вениамін стаў митрополітам, цырква православну ў Беларусі ёсць беларуская. Якае ёна беларуская? Учым гэта праўляецца? Калі навэт, калі навэт, вось, калі навэт, а, 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 православных заяўленоў ў ў Беларусі немае навэт доверу до царкви православной. Я не адшуваюць, беларуская грамадства не можа сказаць, што беларуская православная царква, ўна на самарэч ёсць беларускай. Таму, што вось большая, ну, не большая, палова православных не доверая сваёй православной царкве. ў кастёля каталискім ўсць крыку інакш, калі добирае трэццьат соткав, то, значаць, палова тых, каторі не праналежуць до кастёла каталискімга, ўям таксама довер до кастёла каталискімга ламамець, тому што кастёл каталискім ўн ўсць ўсць, ўсць, такі пра беларуск. ўн станець на гэтах позициях. А то, что, ну да, ну мы родимся в Нямин на Беларуси, ну есть беларуский хлеб. Але он аккурат отстойвает принципы русской православной церквы, не беларусской. И это представник русской, он, ну, по обказываниях его, нидзе не можно его обвиновать за тем, что есть его любовь до Беларуси. Он навыц забронил у церквы цепать, как Беларусь была вольной, счастливой, как митрополит православный был прабеларусский, он бы не забронил гэта. Гэта нонсенс, гэта паранойя. И вось у таких реаліях мы отказываем на пытание, на кольке кассел, церква, религийные супольности могут уплывать и отыграть роль. Конечно могут, гэта роль должна быть позитивная. Усё ж таки третья частка громадства, не глядяши на все гэта хибы и заганы наших супольностей, я ныда вермаюць, но а які уплыв, можуць заказаць, ну, вяреки ўсё ж таки. Бо трэбэ таксама сказать, што перад гэта мы, як религийные супольности, не да канца выканалі свою эмиссію, и не да канца паупылывалі на громадства. Шаму, таму што ў гэтэм громадстві нашам, беларускім таксама, вельмі шмат ёсць не людзей, а тых істотаў, ўнутры катарых ёсць звер, той апакліптышны звер, які патрабуе крыве, які крыве прагне. Абынякава беларусы рагуюць на вайну нейтральна. Ну, забываюць людзей, ну, не страшны. Лісяць бомбы з тэрэторай Беларусы на тэрэторай Украины, ну, лісяць. Ну, мобилізація будзе, ну, хай будзе. Ну, яшыка вось цэць забьюць, а іншы гэту нехай цэць забьюць. І вось гэта ўсё прамуляе той апакліптышны звер, які ёсць ўнутры чалавека. А якую ролі могуць адыграць? Могуць цэрквы вось гэтага звера павыганяць, каб чалавек стаў чалавекам. Каб чалавек навучыўся думаць не выключна пра свае інтэрэсы, не выключна пра сваё карыта, а каб навучыўся думаць таксама пра ёншого чалавека. І ў будучым, калі працэсы ў Беларусы пойдуць больша актывныць, сьогодні ёсць пэўная стэгнація, вось пастоянны толькі ёсць террор, і ён бушуя, а лі прыдуць пирамены. І тут вэль неважна, да, калі прыдуць пирамены, калі таксама, ну цяшка сказаць, ў мене навэт фантазі, не працуюе так фантазія, ў мене, каб ўявець, што на Беларусы адбудуцца нірныя пирамены без праліцца крыві. Пальецца кроў, ну пальецца, ну гэта не пазбежнаць ёсць, калі ёсць вайна, то кроў таксама пальецца. Вось, і тут вось ролі будзіць цэрквам, калі будзім вертацца да запэну, да прауды, справядлівыцца, каб ты, хто хочу сё не вернуцца, каб яны ў пэлны момэнт не перашлі межу помсты. Гэта вельмі важна. Справядлівыць павінна быць, злашынца ў пакараць трэба, суд павінен быць, але нельга не апанавацца ў жадані ад помстыць. І тут вось вельмі важная місія і задані кастёлу, цэрквам, каб наша грамаства не раскалолыся раз і на заусоды, але каб яно будывалыся ў дупу салідарнаці, зразумене, прабачэня. Вось, каб мы ім поліся пакараць зло, але не ад помсті чалавеку, вось тут цэрква, канешна, задані ёсць вельзавнае. І я спадзяюся, што патэнціал і кастёл каталіцкі цэрква православны, протэстанскія цэрква маюць ў сабе, каб гэта задані ў будучым выкаріць. Дякую великім. Я б хацэл дадаць, што мне вогуляк цяшка казаць, што зараз ў Беларусі нелецца кроўмы. Дарэшавась, зараз вишаў на волю журналіст Рэбео Свободаля Груздилович, і просто поравнаць твар шлавяка і пасля ягонэго затрыманне. Ну, не ведаю. Добрэ, хацэл бы поравнаць слава айцёй александр Шрамхэ, памуштэ. Цэсэ, александр, зі, вы хочэць ў пракэнэнтаваць то, што казаў Вячеславу, і таксамы адказаць на пэтэння? Ну, магу паракэнтаваць. Канэшна, ём ўшэ не так мене зразумеў втроху. Я не казаў, што ён такі, пряма такі беларускі, гэта Вениамин. Я казаў, што ён прадзержаў, што ён выбраны не з Масквы, а выбраны бясовыў лады. І алец, ўсюзэць гэта, ў мене таксамы ёсць такая мысля, што, вы ведаеце, ў нас така ёсць памылка, а мы завсёды лічым нешто беларускім, тое, што мы себе прадумали. Ось беларускай. Вот мы прадумали, што ёсць такая некая некая краина такая Беларусь, идеальная, таким платоновским духе. І значыць грацзім, як гэта реальна стасуецца з гэта идеальной Беларусь. На самой справе Беларуся така ёсць, яка ёсць. Такія Беларуся, якія ёсць, такія ёсць. І Лукашэнка гэта самы беларускі правіцць на самой справе. Што, он не Беларусь? Ён самы такі беларускі. Эта Беларуся ёо выбраны. І ён него, ганешны, го там патрымала Масква, і без Масква ён бы не трымаўся бы, так шмат і так свою ладу не захаваў так. А неш, на самой справе, ён плоць ад плоць, як кажуць, Беларусь. І шмат ўчым, і беларускія дзержава ёна такаў беларускія, паверкованная. Такая ўт, апавідая паверкованному беларускаму такому характару. І мы очінуліся толькі ў 20-м годзе, і ўсце гэтае людзі, што выішлі на протэсты. Гэта не ангелы, які зышлі з неба, гэта людзі, якім дайшло, наканецна, што ён, і аны патрымлівалі гэтую дзержаву, што гэта была іх беларускія дзержава. І на самой справе ўшна думаць пра гэтых людзей, што як яны будз адчуваць сабе ў гэтай дзержаве. А ў нас ёсць такое, што ўсяк, ёсць некатры, такі, не будзе назваць, кэх прозвіща, такіх палітыкаў, гэта с такой, больш такой старой апазіцыі національні ориентаванны, які прэдумалі для сабе там якаўта літвінства, беларусь, якая такаа такаа гордая, великая, вось, і што надо просто людзі прэмусіць стать такім беларусам, як яны сабе прэдумалі. Будь якта прыгожа вельмі, ўсць это выглядае прыгожа, але яно прэдпалагае, што някава будь прэмушаць становіцца такімя ідеальнім беларусам. А нужно, што бы мы бачыля беларусава такім, як я ёсць. І каб чалавек ўдзержаві, перш за все ўдзержаві, на першым плані павінны быць чалавек. І чалавек павінны жыць ў гэтаў дзержаві утульна, очуваць сабе утульна і ведаць, што дзержава будзе адпавідаць яму, а не якім ідеям, што мы сяе прэдумали, што ўдзю беларускі, мы ся на беларускі, тому што разумляемо в беларусі. Я думаю, што на самой справе, тут я пагашуся больше, може, за сом Вячеславам, што на самой справе мы царковны людзі завсёды перебольшваем пролю царквы ў грамасты. Думаю, што просто царква будзе адпавядаць таму духу, які будзе пераможа ў дзержаві. Калі пераможа ў дзержаві такі здравы дух, то і царква прэстасуецца до яго і будзе некім чынам адплюстраваць гэ. Гэта будзе патрымлювать людзей. Будзе патрымлювать людзей, што вось і дзержава, і царква з нами. Гэта патрымлюва. Але сама царква ніколі нікого зараз не павецзі. Пось тава чыцяць скажу. Дзякуай, Велікі. І спадараге, Наталья, каў ласка, пытання для вас прэ пролю царквы ў будзушэх трансмонайцьёх в Беларусі. Так, я вось скажу тое повтору тое, што спазал отец Александр, ле на прыкладзе закладзі в образ прыведу, я часто гэта в образ прыводзу, што па ідея, як мы царквыны людзі сібе разумеем і царкву разумеем, гэта такі лакаматыў, до якого прычеплены вагоны, гэта лакаматыў мае 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 задання ад Бога, мае ресурсы ад Бога духовныя, мае ідеі, як грамадцва в'язці натера, як ажыццаўляць ўцю лепше тое, што Бог задумав пра чылавецтва, оць ў некім конкретным грамадцвэ в'язці такі паравоз датарцва Божава. Але так апрынгіваецца, што ва ўсіх трансформаційных працэсах, ў вогалі ў любых працэсах ядзваецца, добрыць ў дрэнных, царква часто выкунувані ролю лакаматыва, а ролю такога апошніга вагона, якога могуць адчапіць ў некім дэпо, можць і я думаю, што разліччваць на тое, што тарква будзі справдым яць ўдзля тою ролю лакаматыва нэльза, але мы павіну ўсё раўна імкнуцца да таго, нэйкія каштоўнаці, пэвны нэйкія бачыння, не дарма, мы назуваэмця хрэстянскай візій, наша група, визлятай бачыння нэйкія реалізоваць, бачыння грамадства солідарнаці, бачыння грамадства саправдыць, дзе не будзе візлятай помсты, навац, калі адбувацца проблемы, навац, калі адбувацца суперстояння, мы будзем такіні пасланніками міру, пасланніками справедліўісті, пасланніками діялогу. І ці зможым мы гэта зарабіць, гэта іще великая пытання. Нам трэба вартаваць силы. Часым бувае, што адзін чылавек, адзін чылавек, он можна здабыць нэйкімі сваімі дзеннімі такі аутаритет, што, ну, вся царква не зможа праўнацца, адзін святар, адзін вердік. Мні здаецца, што навац які-нібыць верднікі к шталцу Баула Северинца, да, яны маюць царот тонго холу людзей, больше аутаритет, чым ісі ірархі, калі іх паставіць на амбоні православной царквы. Тому я думаю, што адзін аутаритетна нэкія слова, яно можа блиць, ано може знікнуть новыі лідары, новы святкі, да, адзін учацтва христянства святкі выкрасоваецца, і я маю надзею, што бог нас не пакіне, і саправду, мы не можам толькі разліччыць на свае сілы, але таксамай не забывацця пра сваю адказнаць і рыхтавацца дага тэксперамен, і думаць пра будучаю Беларусі, якой мы пасілее бачыць, і стояць за гэт каштонасця, стояць за той вобраз Беларусі, кацяць, Салесандр, кажу, трэба быць реалістамі, так, з одного боку, трэба быць реалістамі, але трэба быць і ідеалістамі, ми павінны все ж такі бачыць някі саправду, ідеальныя умовы, дай яких трэба ім пнуцца. Я хатіла, іще вельми важную речі сказаць, што царквєлі тау, кабыць здабыць аутаритет, трэба разбірацься, так, сам, ў пытаннях, пра якія нагаворыць, ў нас вельми часта мы любім гаварыць і выносіць някі меркаванні пра темах, ў яких мы не разбіраемць, патаму, я думаю, што, калі мы будзім здабываць аутаритет ў розмых сферах грамадства, тады і мы зможам неяк унецці добры унёсак вось ў развіццё беларускаго грамадства, трансформаційны працэсі, працэсі праймірэнні пасля перамові. Дзяку вялікі. Тады саправды, калі ў нас зараз нямайшы коментароўці пітаніў. Я хатіў бы падякаваць ўсім дзякувачаў няшаль патарутковскі мусіў кроху рамей адісти па семейніх справах. Аля саправды, я хачы ўшэ раз ўсім падякаваць за тайдумки, які сёння прагучали. Саправды, вельмі з розных боков мы змогли на релігіні царковні патані паглядзець. І саправды, мне аздаецца, што гакі дискусі змогли обеднаць і християнська візія, може часам і шведская адаптична візію. І будем спереваць, што ў царкві ўсё будзе добра утенцецца, што ўна може выконуваць сваю місію, так, зрешто, як царквай ё бачыць, таму я кажуць Богам.